Долгие проводы, станический синдром, второстепенные люди, мелодия для шарманки, вечное возвращение. 17 фильмов сняла Кира Муратова. Режиссер ушла с жизни 6 июня. Какой она была? Какой ее запомнили коллеги и друзья? Каков ее вклад в искусство? Об этом говорим с гостями студии. Это Николай Седнев, коллега Киры Муратовой, режиссер-постановщик Одесской киностудии и Наталья Бусько, актриса. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые зрители, вопрос для вас звучит так. Присоединяйтесь к нам, ответив на такой вопрос. Оценили ли современники творчества Киры Муратовой в полной мере? Да или нет? Звоните. Ну а вначале я предлагаю посмотреть сюжет. Великий режиссер и сценарист Кира Муратова ушла из жизни. Ей было 84 года. Кира Муратова родилась в 1934 году в Бессарабском городе Сороки. Окончив режиссерский факультет в ГИКа, почти сразу приступила к съемкам фильмов, как режиссер дебютировала в начале 60-х годов. Кира Муратова жила и работала в Одессе. На ее счету десятки картин, почти у каждой по несколько международных кинопремий. В 1990 году драма «Астенический синдром» удостоила специального приза жюри «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Картина-настройщик трех национальных кинематографических премий НИКа. Лента «Мелодия» для шарманки получила гран-при кинофестиваль о страны СНГ и Балтии «Киношок». Я не против, я никогда не против, когда меня хвалят. В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Богдан Ступко, Олег Табаков, Сергей Маковецкий, Нина Русланова, Георгий Делиев, Наталья Бусько. Ее уникальный стиль ценят не только на родине, но и за границей. Мир ее образов неповторим. Киру Муратову не просто смотрят, ее пересматривают и ее изучают. Режиссеру нужно иметь хоть тайную, хоть явную манию величия, маленькую. Последняя работа режиссера – фильм «Вечное возвращение». После мировой премьеры в 2012 году Кира Муратова объявила, что уходит из кинематографа и слово свое сдержала. Кира Муратова – академик Национальной академии искусств Украины, член Американской киноакадемии, которая определяет лауреата в премии «Оскар». В 2014 году звезда с ее именем заложена на открытии аллеи звезд в Одессе, рядом с театром оперы и балета. В 2017 году Муратова получила звание почетного гражданина Одессы. Ее кино – настоящее и честное. И таким оно было всегда. И во времена советского застоя, и во времена перестройки, и во времена полной свободы. С уходом Киры Муратовой закончилась целая эпоха, говорят кинематографисты. Не только вы согласны с этим утверждением. Кем была Кира Муратова, кого мы потеряли? Уникальный режиссер, уникальная личность, уникальная женщина. И, ну, это не просто слово, это так, так было. Мне понравились в этом сюжете слова, что она была настоящим и честным режиссером, таким же человеком. Николай? Ну, по сути, Кира Муратова была единственным живым классиком мирового кино в Украине. Хотя некоторые товарищи в Киеве считают, что и они живые классики, но это их фантазии. Боюсь, что не скоро появится личность в кино такого уровня в Украине. Наверное, пройдут десятилетия, как минимум. Вы работали с Муратовой, снимались в ее фильмах. Скажите, пожалуйста, какой запомнилась она вам как коллега, как друг, как режиссер? Я впервые познакомился с Муратовой, когда как раз ее начали травить. Сигналом послужила позорная статейка в позорном журнале «Новынки на экрану», где Муратова, очевидно, по установке ЦК Компартии Украины, объявляли, то ли она пропагандирует мелкобуржуазные взгляды в своем творчестве, то ли показывает свою буржуазную сущность в своих фильмах. Ну, в общем, слово «буржуазное» является ключевым тут. А какой это год был? Это... Сейчас я дойду до этого. Так вот, я как раз... Тогда директору киностудии «Сбандуту», барельеф которого висит возле Одесской киностудии, возле входа, дали указание уволить Киру Муратову по статье «Несоответствие служебному положению» с киностудии. То есть тогда уже не расстреливали, в Сибирь не ссылали, но лишали профессии надолго, если не навсегда. Он ослушался Киев и перевел Муратову в библиотекаре, за что получил выговор с занесением. И чтобы она не совсем померла с голоду на крошечную зарплату библиотекаря, и дали еще пару... Пар в неделю преподавание в трехгодичной учебной студии киноактера при Одесской киностудии, в которую я как раз тогда школьник, старшеклассник поступил. Вот так я впервые увидел Киру Муратову. А через некоторое время после начала занятий, буквально недельки через три, я учился в 116-й школе тогда, сейчас на этом месте педучилище. Меня вызвали прямо посреди урока в кабинет директора, сидела директор там, и какой-то дядечка в сером костюмчике с незапоминающимся лицом. Директор сказала, тут с вами хотят поговорить, и вышла. Дядя стал меня расспрашивать, не говорит ли Кира Муратова что-то такое на занятиях по актерскому мастерству и кинорежиссуре. В студии киноактера. Вот, я сказал ему, что никаких противоправительственных разговоров она не вела. Он хмыкнул и спросил мне, откуда я знаю это слово противоправительственных. Я сказал, что я вычитал его у Салтыкова Щедрина. Он еще раз хмыкнул, некоторое время размышлял, видимо, пытался вспомнить, кто это такой. Потом не вспомнил, достал какие-то бумаги из папки, ручку, уже собирался протянуть ее мне, а потом спросил, сколько вам лет. Я сказал, 15. Он опять хмыкнул, спрятал ручку, с 16 лет только разрешалось вербовать и брать расписку о неразглашении. Поэтому все это дело, это я потом понял. Поэтому он меня все это дело спрятал и сказал мне, ну ты же не хочешь неприятностей своим родителям? Я сказал, конечно, у тебя же мама работает учительница, а папа преподаватель вуза. Я сказал, да. Тогда он сказал, ну если кому-то расскажешь о нашем разговоре, я сказал, нет, ну если Кира Муратова будет вести какие-то, я говорю, противоправительственные разговоры. Он опять сказал, ну ты же сообщишь нам. Я сказал, конечно. Он мне протянул свой телефон, я сказал, спасибо. А потом, оказывается, у всех так мы спрашивали. Потом как-то я рассказал Кире, когда уже работала режиссером на студии, рассказала это. Она долго смеялась и сказала, Коля, вы настоящий друг, вы засвидетельствовали мою политическую благонадежность. И рассказали нам сейчас. Спасибо. Вам второй после Киры Муратовой. Спасибо большое. Наталья, вы снимались во многих фильмах Киры Муратовой. Вот какой вам запомнилась режиссер? Она очень любила актеров, которые у нее снимались. Она любила за ними наблюдать. Когда мы репетировали, либо на кастинге, сейчас это называется кастинг, мне кажется, раньше такого слова не было. Она давала, допустим, какой-нибудь текст или что-нибудь сделать, просила, и просто наблюдала. И потом уже понимала, ей нужен вот этот человек в ее кино, он как-то подходит на какую-нибудь роль. И вот так мне рассказывали про Ренату Литвинову, которая Кире понравилась, но роли для нее не было в кино. И специально была роль потом придумана. Такой подход. И что бы мне еще хотелось сказать, что вот такая эпоха и такой человек, Кира знала, каким должно быть кино, кто там должен играть. Как говорили на площадке, каждый делает свое дело, когда снимается фильм. Но только один режиссер, только Кира видит этот фильм целиком, в объеме. Сейчас, мне кажется, в кино совершенно другая система. То есть режиссер, ну как-то не очень много от него зависит. Кого снимать, ему расскажут, насколько я понимаю. Мне все-таки ближе такое режиссерское кино. И когда я познакомилась с Кирой, это был фильм, она снимала «Астенический синдром». Когда вышел фильм, и, собственно, в этом фильме есть такие слова. Ну что вы нам это показываете? Знаете, такие будни, такие нелегкие будни. Ну мы же это и так все видим. Это и в кино звучит, и потом люди выходят после фильма. Ну мы и так, это же, мы что-то хотим другое. Через время этот фильм показывали в Германии. У меня были друзья в Германии, и я получаю письмо. Мы с другом поехали к моей бабушке, потом вернулись в Гамбург. Был дождь, ветер, очень плохая погода. Мы решили пойти в кино и увидели, что русский фильм демонстрируется. Ну советский, не знаю, постсоветский. Мы прочли, что это «Астенический синдром», и было написано, что это черная абсурдная комедия. То есть для нас это будни, а для немцев это черная абсурдная комедия. В фильмах Киры Муратовой снимались многие известные актеры, уже упомянутые Владимир Высоцкий, Богдан Ступко, Рената Литвинова, Олег Табаков и другие. Выдающийся украинский режиссер. Посмотрим, какой она была. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! С прямолинейными людьми не всегда легко работать. Вот на съемочной площадке сложно ли было работать или все-таки просто с Кирой? Мне просто. Ну, был такой момент, мы снимали, сейчас я вспомню, как назвать, Вечное Возвращение. Мы репетировали сцену с Линецким. И Кира говорит, мы дописали слова, вы будете говорить свой текст и вставлять через каждое предложение еще вот другой текст. вот, и Кира сидит в другой комнате, здесь в этой комнате мы снимаем, Кира в другой, смотрит монитор. Ну, хорошо, все, давайте, снимаем. И у меня эти слова, я говорю свои, которые я помню, а эти вот, ну, как-то не вставляются, что-то не получается у меня. Наташа, слышу, так громко, Наташа, вы поняли, что нужно делать или не поняли? Я говорю, Кира, я поняла, мне просто нужно порепетировать, я сразу не могу. А, хорошо, давайте порепетируем. То есть она понимала, да? Ну, конечно. Шла навстречу, если нужно было. Безусловно, и потом я вот уже говорила, что Кира к актерам относилась по-особенному. То есть актеры, это особенные люди, она внимательно следила. Так, Наташа, присядьте между дублями. Я говорю, спасибо, я не хочу, я постою. Нет, нужно отдыхать. Где стул для актрисы? Заботилась, то есть была внимательная. А вам? Я уже снял тогда на Одесской киностудии свой первый полнометражный фильм, как принято говорить, дебютный в 91-м году. И все время шутил, шутил насчет того, что Кира Муратова нормальных людей не снимает, что у нее все с прибабахом, а то и очень больные на голову персонажи, что актеры, что персонажи. И что если Муратова пригласила тебя сниматься к себе, значит, надо идти к психиатру. Шутил, шутил до тех пор, пока однажды Муратова не встретила меня в коридоре киностудии. Пригласила меня на роль в свой фильм. Это был фильм... Здрасте, пенелить. Нет, это было еще письмо в Америку. Причем порепетировалась, немножко со мной утвердила. После этого я не пошел сразу к психиатру. Я пошел в районную поликлинику. Маме нужно было продлить рецепт, лекарство, которое она постоянно должна была принимать. Зашел к терапевту, она маму знала, выписала мне новый рецепт. Иду, вдруг вижу дверь, психиатр. Тогда еще были районные психиатры. И вот я взял и зашел. Сидит дядечка, читает какую-то художественную литературу. Жутко обрадовался моему приходу. Оказалось, что у него последний пациент был месяца три назад. У нас же не принято ходить к психиатру. Это в Соединенных Штатах там каждую неделю ходят. Ну да, чуть что. Что вас ко мне привело? Я ему рассказал, говорю, вот так и так. Ну вот я же вижу это. А они же не понимают, что они все с прибабахом. Так вот, может быть, я не понимаю. А поскольку он на главную роль, то значит прибабах должен быть очень большой. Он говорит, ну садитесь, поговорим. Поговорили с ним мы минут сорок. А у меня такое впечатление было, что он со мной будет три часа с удовольствием разговаривал бы. И стасковался человек по пациентам. Но я уже начал посматривать на часы. И тогда он мне сказал, знаете, молодой человек, может быть, я вас огорчу, но мое впечатление такое, что вы абсолютно банальным образом нормальные. Я говорю, ну так она же вроде нормальных и не приглашает, я это раньше замечал. Он говорит, ну не заморачивайтесь этим. И снялся я в первом фильме своем. То есть для меня это был первый фильм Муратова. Потом Кира пригласила меня на еще одну главную роль. Следующий свой фильм – это «Второстепенные люди». Ну там я уже начал присматриваться и обнаружил, да нет, вроде там и нормальные люди тоже есть. Вроде как присутствующая здесь Наташа Буськова. Вы упомянули фильм «Второстепенные люди». Давайте посмотрим отрывок из него. Я однажды громко кричала, ругалась, ссорилась. И вдруг чувствую, веки тяжелеют, язык заплетается. Я вынуждена была сесть на стул и заснула минуты на две. А потом проснулась и смогла ссориться дальше, как ни в чем не бывало. Никто никого не любит. Никто никого не любит. Я не смогу. Послушай, ты, кажется, на меня работаешь или я ошибаюсь? У меня другая работа. Какая? Какая у тебя работа другая? Охрана. А о чем я тебя прошу? Или он меня, или ты его? Пойми это, Лёш. Пойми, Лёш, это буль, буль. Я так не смогу. Связанного человека... Не сможет, значит, ты не сможешь. А если бы он хотел меня убить, тогда что? Тогда другое дело. Так он хочет меня грохнуть, Лёша, хочет, хочет. Если бы он напал, значит, ты смог бы его убить за секунду до того, как он убил бы меня, а за 10 секунд, а за 10 минут. Так вот, представь себе, что через две минуты он на меня нападет. Вот он бежит. Ну бежит, чтобы на меня напасть. Защити меня. Он же не бежит. Лёша. 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 Лёш, постой. Ну, прошу тебя, прости меня, ну, Лёш, ну, погорячился я. Лёша. 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 Здесь очень много локаций в этом городе. Здесь можно всё снимать, почти. Почти не выезжая, правда? Я думаю, что весь город можно назвать для киношника одним большим словом – локация. «Кино не для всех. Кино не для всех» говорят о творчестве «Муратовы». Вот вы согласны с этим или нет? Что сложное для восприятия? Или нужно прийти к ее фильмам? Конечно, не для всех. Это очевидно, потому что многие люди говорят, ну, мне это не близко, мне это не нравится, кого-то просто откровенно раздражает. Но в то же время есть люди, которые обожают ее фильмы. То есть для них это что-то очень близкое и очень важное. Я не знаю, как Коля, я увидела фильм, мне было 17 или 18 лет, по простому телевизору совершенно случайно увидела долгие проводы. И это было открытие какого-то другого мира. Я бы сказала, это не только другое искусство, это еще другое мировоззрение, что ли. Это что-то совсем другое. И мне настолько понравился фильм, оторваться было невозможно. Я запомнила режиссера, и мне хотелось еще смотреть фильмы. И вот так мне очень повезло, что... А сниматься у нее в тот момент захотелось? Ну, знаете, наверное, я не могла даже мечтать о таком. Нет. Еще тогда? Просто тогда мне захотелось смотреть еще. Я учился в Киеве на факультете режиссуры кино, когда на экраны выпустили... Ну, формально он был выпущен раньше, но третьим экраном, то есть шел только где-то, бог знает где. А на широкий экран выпустили уже фильм «Второстепенные люди». И вот на Крещатике в кинотеатре «Орбита» неделю он шел. И неделю, то есть шесть дней, каждый день после занятий, я шел смотреть фильм «Долгие проводы». И он мне не надоедал, потому что это, на мой взгляд, это абсолютный шедевр Муратовой. И критики, кстати, в основном сходятся в мысли, что это ее лучший фильм. А потом уже, когда я работал на студии с Муратовой, как-то я и сказал об этом, что я шесть дней подряд каждый день смотрел «Долгие проводы». А надо сказать, что Муратова, когда люди ее хвалят, особенно если это актеры, она всегда подозревала, что это, наверное, потому что он хочет сниматься. И она мне сказала, да, шесть раз его видели, хорошо. А кто автор сценария? Я говорю, Наталья Рязанцева. Так, да. А вот что там говорит главный герой, стихи сочиняет? Ну, шесть раз смотреть фильм, конечно, запоминает. Я и прочитал стихи, которые Олег Владимирский там говорит, вроде бы на ходу сочиняет. А как назывался первоначальное название фильма? Я говорю, рабочее название «Быть мужчиной». Да, действительно, вы говорите правду, сказала она. Поверила вам. В 2014 году Кира Муратова в Одессе получила приз за вклад в киноискусство. Послушаем комментарий Сергея Таруты, главы подкомитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, и посмотрим сюжет. Кира Муратова – это великий режиссер. Человек с особой харизмой, человек со своим видением, которое действительно пронизывало души тех зрителей, которые смотрели эти ее фильмы. Да, я ее знал. Больше того, я какое-то время имел отношение к тому, чтобы стабилизировать ситуацию в Одесской киностудии. А она снимала фильмы там, сама жила в Одессе. И поэтому, конечно, это колоссальная утрата для украинской культуры, для украинского искусства, для украинского кино. – Позвольте еще по Одесской киностудии. Возможно, вы как-то участвуете в том, чтобы помогать? Я раньше участвовал в том, чтобы стабилизировать, даже инвестировал туда деньги. Сейчас не имею никакого отношения к этой киностудии. Считаю, что у нее есть будущее, потому что в последний год приняты правильные решения в отношении финансирования украинских фильмов. Одесская киностудия имеет очень большой потенциал. Это самая старая киностудия, это самая известная киностудия в мире. И поэтому я считаю, что у нее есть будущее. И важно, чтобы сегодняшняя команда менеджеров, сегодняшние собственники, а там в том числе и государство, чтобы сделали все возможное, чтобы эта киностудия постоянно давала в кинопрокат все новые и лучшие произведения. О смерти Киры Муратовой сообщил ее муж Евгений Голубенко. Режиссер умерла в своей квартире после тяжелой болезни. При жизни она работала с такими актерами, как Рината Литвинова, Владимир Высоцкий и Георгий Делиев. Последний снялся в четырех картинах одесского режиссера. Бывали моменты, когда я начинал импровизировать, иногда просто так дурака валять откровенно. Думаю, ну сейчас это как бы посмеются все и все. Она говорит, ну вот это вот хорошо, запомните это. Говорит, а нет, ну это же так глупо. Она говорит, ничего, ничего, вот это очень правильно. Евгений Женин сыграл роль безумного философа в астеническом синдроме Муратовой. Картина получила специальную награду жюри «Серебряный медведь» на 40-м Берлинском кинофестивале. Актер рассказывает, в начале карьеры фильмы Киры Георгиевны запрещала коммунистическая власть. Приходилось менять имя режиссера в титрах. Она была и уборщицей, и библиотекарем. Она хотела быть докером в портуне, потому что ей так хотелось, и потому что ей был закрыт вообще выход, куда бы то ни было. Имя Киры Муратовой было на устах самым кошмарным проклятием для Андропова, для Шаура, заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Кира Муратова была искренней, резкой и прямолинейной. Последняя черта характера даже ей вредила, рассказывает актер. Она могла устроить сумасшедший скандал на любом уровне, вплоть до администрации президента Украины. И такое было, почему я с такой уверенностью об этом говорю, как ни парадоксально, однажды такое было ни больше, ни меньше в связи с восстановлением моего членства в Союзе кинематографистов. Кира Муратова была довольно замкнутой и не любила давать интервью. Она была избирательный человек, как и любой талантливый, думающий и чувствующий человек. Она была человек избирательный в общении. И относилась к журналистам, к своим коллегам кинематографистам, относилась также сама очень требовательно. Люди должны были говорить не глупости какие-то, а говорить какие-то вещи по теме, говорить какие-то вещи, которые интересны. Муратову называют «белой вороной» нашего кино. При жизни она сняла два десятка картин, написала десяток сценариев к кинофильмам. Последняя ее работа «Вечное возвращение» снята еще в 2015 году. После премьеры режиссер сообщила, что ушла из кинематографа. Кира Муратова говорила, хочу, чтобы после меня остались только фильмы. Итак, последний фильм под названием «Вечное возвращение». Даже получилось символично название, если уже судить с сегодняшнего дня. Почему уже заранее режиссер сказал, что это последний ее фильм? Дело в том, что в Украине снимать кино, а тем более, по сути дела, арт-хаусное, то есть не слишком кассовое кино, без господдержки, ну, не так, чтобы совсем невозможно, но почти невозможно. Госкино Украины отказалось к тому времени финансировать Киру Муратову. Поэтому фильм она снимала за частные деньги. Частные деньги закончились, когда уже были закончены съемки, и монтаж проведен, этого фильма «Вечное возвращение». И оставалось совсем немного озвучания сделать. Денег не было, Госкино отказало, еще раз в деньгах, и в совсем небольшой сумме. И параллельно в то же время давало куда больше в десятки раз деньги на производство киевских фильмов, названия которых забываешь сразу после просмотра. Вот в этом была причина, одна из причин. Нашелся благородный человек, одесский предприниматель, я не буду называть его фамилию, кто захочет, посмотрит в титрах фильма «Вечное возвращение», он добавил Муратова денег. После перерыва, после монтажа, несколько месяцев было простое, не было денег, она все-таки сумела закончить фильм. Добавьте сюда атмосферу на Одесской киностудии, которая к тому времени сложилась. директором Одесской киностудии назначили, он пять лет был директором полного профана в кино, который ни кинообразования не имел, ни опыта работы в кино, и до этого он работал директором завода металлоконструкции. Спасибо хоть не банно-прачечного комбината. Добавьте в понятие атмосферы на Одесской киностудии то, что там существует несколько киношкол, в которых преподают, например, кинорежиссуру, выпускник Одесского института сухопутных войск, бывшее артиллерийское училище, а также выпускник филфака Одесского университета. Причем тут кинорежиссура ни при чем, это просто надувательство. Актерское мастерство в этих киношколах уже много лет преподают, перечисляю, выпускница экономического факультета, выпускница факультета психологии, еще два филфаковца, а под конец «Вишенка и на торте» актерское мастерство в этих киношколах еще преподают два юноши со средним образованием. Вот. Все это в совокупности, соедините, и получите то, что Муратова сказала после фильма «Вечное возвращение», я больше не буду снимать кино. Она не объясняла это никому, но все понимали и так, и понимали, почему Киев отказался финансировать ее фильмы. А в то же время финансировал крайне посредственные десятки фильмов. Разница стояла только в том, что они снимались в Киеве на украинском языке, а Муратова снимала в Одессе на русском языке. Я предлагаю посмотреть, что еще сказала Кира Муратова о фильме «Вечное возвращение» и отрывок из фильма. Это мой 17-й фильм. Если считать, среди этих 17-ти, три короткометражки, если их считать, то тогда 17 вот фильмов. Какая ты черствая. Я думал, ты другая. Я не знаю, что мне делать, как жить. Ну, все-таки остановись. Мне кажется, остановись. И вот живи, как ты живешь. И оно там само собой, само собой разрулится. А тебе вот нужно отвлечься, куда-то отлететь. Ну, что вам сказать? Это такой по-своему тупиковый фильм. Вот все, что я могу сказать. Похожий на фильм по своей тупиковости, совсем не похожий по существу, на фильм «Астемический синдром». Вот тогда у меня было тоже такое ощущение после этого фильма, что это тупик. Ну, что же дальше делать? Дальше нечего делать, ничего. Все уже сказано. Все, что я могла, я сказала. Ну, я не знаю. Я просто не знаю, что тебе сказать про этих женщин. Ну, что? Я ведь ничего не понимаю. Я не советчица. Я вот что думаю. Раз ты мне прислался с судьбой, пожалуйста, повесь мне картину. Я ее не могу повесить. Я такая все так слабая. Все мышцы об... Короче, подними ее, повесь, пожалуйста, мне картину. Это такой фильм, который как бы я хотела разрушить какие-то стереотипы, с которыми я, в общем, сталкиваюсь. Не все, но хотя бы один. Хотела разрушить стереотипы, сказала Кира Муратова о своем фильме. Как вы считаете, удалось ей это сделать? Да, я посмотрела фильм, но он очень необычный. И вот, когда он закончился, я думаю, это гениально странный фильм. И я бы еще добавила, что мне кажется, это какое-то сумасшествие не поддерживать и не ценить гениев, которые живут в наше время рядом с нами. А так вот у нас и происходит. Мы это совершенно не ценим, и это очень печально в нашей стране. К сожалению, так. Фильм «Черно-белый». И я смотрела интервью, в котором режиссер говорила, что любит снимать именно черно-белое кино. Ну, вот вам она говорила об этом? Ну, или, может, вы сами чувствовали, то, что цвет не так она любит, а вот черно-белое — это ее? Я ее понимаю. Это, как говорят в Одессе, манечка любого режиссера. Путем ограничения, вот, исчезновения цвета, казалось бы, это ограничение, но, тем не менее, результат получается иногда куда интереснее. Чем меньше у тебя в палитре красок, как ни странно, тем лучше получается. А вы заметили? Да, конечно. Я очень люблю черно-белое фото и фильмы тоже. Вот какой же вклад фильмов Киры Муратовой в украинский и мировой кинематограф? Или еще, может быть, об этом рано говорить, так как все-таки не до конца понято и оценено ее творчество? Как вы считаете? Ну, мне кажется, что можно об этом говорить. Вот Николай сказал, что Кира была живым классиком, живущим, единственным, живущим на Украине. И, ну, как можно, я не знаю, как можно оценить вклад, не знаю, Феллинии, Антониони, ну, вот, классиков кино. Я не знаю, как это еще можно оценить. Это действительно, это не для всех, но так же, как и большинство, наверное, все классики кино, это не для всех, ну, то есть, не для такого обыденного просмотра. Это искусство, это настоящее искусство. Николай, пожалуйста, буквально 20 секунд. Я как-то ждал кого-то из актеров на выходе из Одесской киностудии, и стоит девушка какая-то и смотрит на киностудию. Встретил актера, привел к Муратову, вышел минут через 40, она все стоит и смотрит. Я говорю, что вы стоите? Она говорит, я хочу Муратову увидеть. И я сделал, что я завел ее на киностудию, провел через проходную и сказал, вот здесь, стоите, вот она как раз у нее будет перерыв. Муратова вышла, девушка с ней поздоровалась. Муратова просекла это моментально. Она говорит, я вам что, экспонат? Я говорю, Кира, ну человек стоит там минут 40, она хочет увидеть Муратову. Ну, я вас понимаю. Ой, я вспомнила, ко мне подошла девушка на улице. Извините, пожалуйста, я вас узнала. Вы не могли бы сфотографироваться со мной? Я отправлю своей подруге фотографию, она будет очень рада, она поклонница фильмов Киры Муратовой. Она живет в Австралии. Я говорю, она русскоязычная? Нет, она англоязычная, но она очень любит Киру Муратову в Австралии. Нам просто повезло, с Наташей. Нам повезло. Мы имели такое счастье. Да. Не просто видеть, а еще и работать с ней. Да. Давайте посмотрим на голосование зрителей. Вопрос был такой, оценили ли современники творчеством Муратовой в полной мере. Да, оценили 79, и 21% одесситов считают, что это еще предстоит сделать. Николай Седнев, коллега Киры Муратовой, режиссер-постановщик Одесской киностудии, и Наталья Бусько, актриса, были гостями нашей студии. Кира Муратова говорила, что любит Земфиру как исполнительницу. Певица посвятила ей песню на своем концерте в Одессе в 2008 году. Вспомним. Субтитры создавал DimaTorzok